доброго времени суток youtube хотел бы вам рассказать об одном сумасшествии которое вокруг меня происходит чистый как выражается одна из один из моих знакомых дурдом крупное промышленное предприятие связанное с атомным с атомной энергетикой с атомной отраслью вводит так называемую систему пср производственную систему росатома можно погуглить посмотреть о ней на гугле то есть смысл в том что когда-то с предприятий тойоты значит это предприятие взяло эту систему внедренную в японии перенесло его с точностью трафарета копировальной бумаги на нашу российскую действительность на крупное ответственное я подчеркну это ответственное атомное предприятие но вот одним словом каждый работник действующего этого предприятия должен в год внести свои предложения называются эти предложения именно так они и называются предложение по улучшению ппу работники так называют соответственно каждый работник в год должен придумать сформировать предложить пять каких-то ППУ. Забегая немножко вперед, мы потом об этом, наверное, еще вернемся, в 2015 году 5 ППУ необходимо каждому работнику было внести конец 2015 года. И, соответственно, существует план на 2016 год по 7 ППУ каждому работнику. И главное требование, чтобы они были с так называемым экономическим эффектом. Замечательно, здорово. Взяли технологию японскую, которая японцами же от нас была в свое время, в какие-то 50-60-е годы экспортирована. Японцы ее внедрили у себя, получили экономический эффект. Сейчас в 2000-е годы, в 10-е годы 21 века, наши руководители от Росатома решили ввести эту систему и уже долгое время, наверное, года 3-4, наверное, может быть, даже больше, 4 года точно вводят активно вот эту самую производственную систему Росатома. И давайте посмотрим на результаты 2015 года. Они очень просты и наглядны. Так, первое улучшение я буду зачитывать. Обращу еще раз внимание, вот здесь вот такое красивое слово мною написано. Я, собственно, конечно, психолог, да, но смысл в том, что речь идет о совершеннейшем сумасшествии, поэтому дурдом и написано. И давайте сейчас прочитаем, что я под этим имею в виду. Упорядочивание мест хранения ключей. Ключница. Да, повесили на стену досочку, в нее вкрутили 5 саморезиков, шурупиков и повесили на них ключи. Работник, который предложил это улучшение, получил 300 рублей. Идем дальше. Оснащение ключей бирками с маркировкой. Супер, это ПСР, то есть, чтобы люди, конечно, это обоснованно и понятно, чтобы люди не схватили какой-то другой ключ, значит, к ним привесили бирочки. Ну, в общем-то, не смешно, вполне понятно подписать ключи к ключам бирочки. Идем дальше. Такая интересная ППУ, прямо так она и сформирована была, да, в отчетных документах, документах актуализации таблички на двери комнаты. Соответственно, конкретная комната, конкретное здание, конкретный цех, человек получил за это ППУ 300 рублей. В принципе, тоже не смешно пока, да, то есть, на дверь повесить табличку, написать на ней, там, допустим, название какое-то, там, лаборатория, я не знаю, там, еще что-то, слово туалет или так далее. Ну, в общем-то, понятно. Ну, актуализация. Взяли бумажку, на принтере распечатали, скотчем прилепили. Здорово. Начинается интересней. Организация стенда для хранения ключей. В общем-то, близко к упорядованию хранения ключей. Прошу прощения, меня потихоньку, потихоньку, по чуть-чуть, уважаемые видеослушатели, начинает разбирать смех. Как только я начинаю сам, может быть, даже где-то въезжать в эту, в некотором смысле, абсурдную ситуацию, настоящий дурдом, на мой взгляд. Сейчас закончим, пробежимся по каждому пункту. На что тратят деньги наши, значит, руководители от Росатома. Далее идем. Организация места хранения обуви. Принесли досочку, положили в угол комнаты, на нее поставили обувь. Значит, оптимизировали место. Несомненный, какой-то эффект по улучшению присутствует. Обувь не валяется, а где по кабинету разбросанная, да? Значит, надели тапочки и пошли работать. Ладно. Организация места хранения канцелярских принадлежностей. Ну, видимо, стаканчик, какого-то там, я не знаю, ящичка. Что еще у нас можно применить под это? Не хватает. Ну, вот, получили тоже за это деньги люди 300 рублей. Пришли на работу, каким-то образом, новый стаканчик поставили, я не шучу, новый стаканчик поставили, более тяжелый, чтобы эти карандаши там не падали, он не переворачивался. Получили за эту денежку, То есть, внесли существенные улучшения в работу производства атомной отрасли. Идентификации телефонных аппаратов в помещении просто подписали. Вот я вас уверяю, значит, взяли скотч, опять же, на бумажке написали, допустим, там, какое-то помещение или там, я не знаю, прямой ли это телефон или еще какой-то и приклеили скотчем, оптимизировали. Индика, не знаю, как склоняется, не буду коверкать русский язык, но одним словом внесли улучшение. Несомненно, крайне полезное. Использование фонарика для определения номера емкостей. Супер! Давайте я так, при вас прямо напишу, да, вот так вот, 300 рублей. Здорово! Супер, да? То есть, получилось у нас с вами фонарик, сказал работник, да будет свет, и, значит, использует этот фонарик для определения номера. Подходит к емкости с, условно говоря, ураном, и светит на эту емкость, видит она вот столько-то там в емкости какой-то жидкости. Идем дальше. Место хранения, упаковки чистой бумаги для принтера. Конкретный кабинет, цех, значит, оптимизировали, сказали, баста, карапузики, вот здесь вот у нас будет храниться упаковка чистой бумаги для принтера. Оптимизировали, порядка стало больше, все хорошо, все замечательно. Оптимизация нарезки мазков, звучит смешно, не знаю, что это такое, но какие-то, видимо, мазки, не буду, короче, смеяться над этим, над всем, ну и что-то тут оптимизировали. Какие-то нарезки мазков, допускаю, полезная вещь. Раскрепление оборудования по чистоте, тоже не буду, не работаю, не знаю, не буду врать, ну, что-то, видимо, раскрепили, что-то с чем-то. Скорее всего, что-то с чем-то, именно в плане, что-то раскрепили до абсурда. Буду говорить о том, что могу себе представить. Удобное расположение держателя для бумажных полотенец. Это знаю, что такое. То есть, взяли, значит, держатель для бумажных полотенец, где вот они там, да, то есть, висел он в одном месте, эксклюзии, прошу меня простить, в мужском, в мужской комнате или в женской комнате, да, то есть, там, в туалете. И, соответственно, придумали, что вот он неудобно висит, надо его перевесить на другое место и получили за это 300 рублей, за это предложение по улучшению. Супер! Вообще класс! То есть, экономический эффект, не знаю, ну, требования, не слышал, чтобы в 2015 году был, требовался экономический эффект, но вот, набредить, как выразился, опять же, мой коллега, 7 вот этих предложений именно с экономическим эффектом у него не получится, так он сказал. Ну, хорошо, вернемся дальше. Это действительно бред, это действительно дурдом. На чем я остановился? Значит, держатель для бумажных полотенец, идентификации телефона, перестановка копировального аппарата. Супер! Неудобно стоял, действительно, не под той рукой, бумагу было доставать неудобно, заправлять неудобно, переставили, скорость работы увеличилась, эффект экономический несомненен. Идем дальше. Оснащение комнаты, здания такого-то отдела, электрическим фонарем. Смысл в чем? Значит, а вдруг возникла идея у одного работника, точно знаю, что это была дама, что вот, а вдруг у нее, значит, там свет у нас вырубят, что мы будем делать? Значит, что она сделала? Нельзя покупать этот электрический фонарик. Пошла по подразделению, нашла этот электрический фонарик, нашла дюбель, колотила этот дюбель в стенку, на него повесила фонарик, реальная ситуация, да, и затем визуализировала место для хранения фонаря в помещении лаборатории. Соответственно, приклеила бумажку, мне смешно, честно говоря, я сдерживаюсь. Повесила бумажку, написала на ней на скотч, распечатала на принтере слово фонарь, распечатала на принтере, и на скотч прилепила. Соответственно, получила за первое ППУ 300 рублей, и за второе ППУ получила 300 рублей, за визуализацию места хранения фонаря. Причем это не мною придуманные термины, так это все проходило по документам. Визуализация при ношении дозиметра. Прошу прощения. Тоже могу себе, в принципе, это представить, как это выглядит. Ну, наверное, тоже какой-нибудь, может, номерок наклеили, или еще что-то. Ладно. Подключение компьютера к отдельной электрической цепи. Существенно. Электричество, перепады напряжения, значит, раз, и все. Важная техника компьютерная выпала из строя, вышла из строя. Изготовление обложки для личных книжек. Надо было, наверное, внимательнее об этом посмотреть, поговорить с этим человеком. Наверное, тоже бы это все было бы достаточно смешно. Но, тем не менее, несомненный, я еще раз подчеркиваю, с большими-большими буквами, несомненный экономический эффект от этого присутствует. От изготовленной обложки для личных книжек. Наверное, предполагаю, что и не для одной. Налобный фонарь. Ну, как же без него? 21 века у нас тут налобного фонарика нет. Нужная вещь. Несомненно. Свет вырубили. Значит, тут у нас случилось, как это называется? Уже забыл, вот, к сожалению. СЦР. СЦР, да? То есть, случилось СЦР по типу Чернобыля. И, значит, соответственно, у нас фонарика с собой нет. Беда. Беда. Огорчение. Восстановление и монтаж диспенсера жидкого мыла. Так. Восстановление и монтаж. Ну, видимо, какой-то творческий работник восстановил что-то и, несомненно, получил эффект от того, что вот эта штучка, которая пластмассовая, на стенке болтается, он сломался, видимо, да, и его, значит, отремонтировали, восстановили и снова прикрутили на эту стенку. Получил он за него 300 рублей. Молодец. Применение гелевой ручки. Вот этот вопрос я отдельно задал моему знакомому товарищу, он мне объяснил. Ходим по разным зданиям, в зданиях иногда прохладно, значит, обязательно, обязательно, чтобы писать на морозе, нам нужна гелевая ручка. Конечно, никаких гелевых ручек никому не дали, но этому работнику за творческий подход к своей работе, деятельности, да, ему оформили вот эту самую ППУ, предложение по улучшению. Без гелевой ручки, ну, никуда. Важный компонент, 21 век, опять же, я повторюсь, да, то есть это очень важно в наше время. Далее идет перевозка мебели при переезде из цеха в отдел. Ну, трудно себе тут что-то нафантазировать. В общем, что-то улучшили, при транспортировке мебели. Ладно, соглашусь, экономический эффект есть. Оптимальное размещение выключателей освещения. Вот они были раньше не оптимально размещены на протяжении, ну, с какого года это предприятие существует? Где-то с 50-х годов там Берия строил, да, то есть приезжал неоднократно и занимался созданием атомной энергетики. Значит, они были размещены, товарищи, надо сказать, прямо, бескомпромиссно, прямо в глаза, они были размещены неоптимально. Вот, ну, неоптимально, понимаете вы, да? Значит, сейчас внесли предложение, заплатили этому человеку светлой голове, несомненно, 300 рублей, и, значит, не знаю, что внедрено, это предложение не внедрено, но каким-то образом оптимизировали, ненавижу это слово, разместили выключатели, правильно, в конкретном здании, в конкретном цехе. Ну, не дурдом ли? Ладно, обложка для журнала, ну, тут даже разговаривать не стоит, да, журнал бумажный, значит, пачкается, производство, грязные руки там, делевые ручки, все можно заляпать, обляпать и так далее, обложка обязательно, улучшение, улучшение, принимается. Организация рабочего кресла, долго я пытал своего товарища, он сам не мог это все объяснить мне, но каким-то образом рабочее кресло, ну, пускай будет это настоящее рабочее кресло, такое, с подлокотниками, да, то есть, со спинкой, с крутящейся, вот его каким-то образом офисное кресло оптимизировали. Хорошо, несомненно, экономический эффект, жопа лучше сидит, человек чувствует себя комфортней, работа выполняется с большей ответственностью, скоростью, ну, в общем, оптимизация чистой воды. Установка на приборы кратких инструкций, видел, знаю, реально, берут бумажку, распречатывают на ней слово фонарь, скотчем к стенке прилепляют, поверху ли висит фонарь. Инструкция, снять, снять, значит, с гвоздика, нажать на кнопочку, наверное, предполагаю, что тут еще анекдотичней, надо будет еще раз порасспрашивать моего товарища, предполагаю, что там может быть еще смешнее инструкция, там не один-два пункта, а может быть, там их десяток, судя по его рассказу. 10 пунктов о том, как пользоваться, значит, этим приборов, на прибор. Значит, организация места хранения элементов питания, не знаю, что это такое, ну, в бытовом смысле, это батарейки, да, вот тоже их организовали, они тут валялись по всему полу, понимаешь ли, катались, в тумбочках, значит, там тоже в перемешку с кофе, с чаем болтались, непонятно где, а вдруг ЧП, а вдруг СРЦ, да, и, соответственно, где их искать, оптимизировали, в какую-нибудь коробочку положили, я не знаю, и, соответственно, экономический эффект несомненен. Дальше идем, интересно, тут много красного у меня подчеркнуто, красным выделено то, что мне более-менее мой товарищ, знакомый, в общем-то, мужик, многие годы проработавший на комбинате, он, значит, мне рассказал, установка ограничения на окнах, я говорю, что это такое, типа, вот как я знаю, у меня ребенок, то есть, чтобы там окна не открывались до конца, чтобы ребенок из окна не выпал, не ставят такие штучки пластиковые, говорю, это, он говорит, нет, не это, и объяснил мне, что внесли предложение, за которое заплатили реальных 700 рублей, человеку, который это вот нафантазировал, значит, внесли предложение, взяли книжку, толстую достаточно, размером, со второй том, трех мушкетеров Александра Дюма, и подоткнули эту книжку под раму, несомненная выгода, у меня уже даже, я смеяться не могу, я еще сам не понимаю, как такое возможно в нашей реальной действительности, но тем не менее, подоткнули книжку под раму, выгода не хлопает и не закрывается вот эта рама в каком-то из помещений в кабинете, вот это реальность, господа, наших дней, и я еще раз подчеркну, выделю, вот здесь вот, да, вот жирненьким, вот таким вот большим шрифтом, вот это самое слово, дурдом, подоткнули книжку под раму, это реальность, честно, вот это на самом деле так, и значит, заплатили за это улучшение, ППУ, предложение по улучшению этому работнику 700 рублей, какие там раз предложения, как были там раньше в советские времена, да, какие-то патенты, наука, еще что-то, возьми книжку, подоткни под раму и получишь 700 рублей, все очень просто, все замечательно, хорошо, идем дальше, набор номером, нажатие одной кнопки, так это было сформулировано, значит, быстрый набор, 300 рублей работнику заплатили, но я так подозреваю, мой товарищ не очень в этом сведущ, но я так подозреваю, что это что-то типа быстрого набора на телефонном аппарате, в рабочей обстановке, закрепили какой-то номер, настроили, и соответственно, при нажатии на кнопочку 1, ты дозваниваешься до своего начальника, на кнопочку 2, до другого какого-нибудь начальника, на кнопочку 3, еще до кого-нибудь, ладно, примем, место хранения мела, не знаю, зачем на предприятии мел, не уточнил у него, но думаю, что анекдот тот еще, значит, действительно, важное экономическое улучшение, да, ППУ, перестановка телефона для оперативного решения производственных вопросов, он не объяснил, что это значит, значит, стояло два телефона, один звонил в одну точку, другой звонил в другую точку, вот их взяли местами, просто вот так вот раз, переставили, и это улучшило производственные вопросы, улучшило решение производственных вопросов, и вот за это, за улучшение, за это ППУ заплатили 300 рублей, супер это реальность это я вам серьезно говорю это происходит в реальной действительности это не придумка какая-то ничего определение постоянного места для кондиционера ну опять же из разряда того что-то он тут стоял не по месту а тут определили ему вот здесь тебе стоять дорогой стой мяукой невякой да вот значит 300 рублей человек получил закрепление абонент абонентского громкоговорителя на стене взяли отвертку шуруп и видимо прикрутили что-то там раньше он не на стене было там где-то валялся а теперь его прикрутили точно все известно все понятно где он у нас теперь находится несомненно по-японски все это выглядит по фэншую значит с экономическим эффектом еще плюс по русски да конечно это все важно для какого-то предприятия для его деятельности безопасности производства за при закреплении абонентского громкоговорителя на стене ну то есть тоже то есть та же самая история крайне необходимое место для влажных чистящих салфеток для экранов ну то есть определили место хочется кулаком по столу стукнуть и сказать я не верю вам да то есть в это все но на самом деле это так а мне хочется стукнуть кулаком по столу сказать вот здесь вам вашу быть этим салфеткам до 300 рублей заплатим этому человеку мы придумал же думал реально да то есть думал затрачивал время начать салфетки должны лежать вот с этого края стола для того чтобы что-то там протирать визуализация настенных выключателей но опять же мы слова визуализация встречаем очень красиво словами нравится визуализация подписали выключатель то есть нет товарищ объяснил что значит и нет ну можно себе предположить там что-то подписать важное там там какой-то до подписали слово выключатель то есть взяли бумажку распечатали на ней написали слово выключатель взяли скотч прилепили под этим выключателем и тем самым визуализировали настенные выключатели это наша россия господа ну и тут и то что я вам уже показывал это полный дурдом это вот каждое слово каждое предложение это правда чистейшая правда это происходит в нашей с вами сегодняшней действительности мы живем в такой стране дурдом ну тут уже вещи до которых я говорил 5 ппу 2015 году и 7 ппу как план работнику до 2016 году и не просто ппу а еще и с экономическим эффектом но будьте проклят если каждый из этих предложений не является экономически обоснованным выгодным и так далее особенно визуализация на стены выключателей на этом все благодарю за внимание и удачи вам